Приветствуем всех любителей российского футзала. Мы с вами в Липецкой области, в селе Копцевы Хутора, спорткомплекс Атлант и на ваших экранах вывеска сегодняшнего вечера. ЛКС, один из дебютантов Пари Суперлиги сыграет против Кристалл из Санкт-Петербурга, команды, которая только в прошлом сезоне вошла в ряды элиты российского футзала. Ну и турнирное положение. Вы видите, ЛКС пока что аутсайдер. Звучит сейчас свисток Вадима Атырбы, первого судьи сегодняшней встречи. Начали. Итак, Миронов по десятым номерам вместе с ним на площадке пропускает только СИП Транзит, и то на один мяч. То бишь, Кристалл больше забивает, но больше же и пропускает. И вот он, первый мяч, не справляется здесь. С этим ударом Иван Поддубный, опытнейший голкипер, пеняет он сейчас защитникам, что они закрыли ему угол обзора. Ленинградец, 37-летний Иван Поддубный пропускает вот Александра Коробейникова уже на первой минуте. Отодвигает сейчас второй арбитр Виталий Грошев, Фидан Низамудинова на положенное расстояние. Ну а Роман Ананиф, судя по вот этой позе, готовится пробивать. Дунец под пятым номером, Андреев под девятым появились также на паркете у Лепчан. Геджуа играет ногами и просто выгрызает, вырывает этот мяч из нот. Ирбанов Коробейников, штанга Коробейников! Ой-ой-ой! Но здесь не ожидал Александр, что мяч к нему отскочит. Прекрасно, все-таки вот насколько важно, да? И Исмаил Гибадуллин на паркете у Лепчан. Гибадуллин чисто отнимает мяч. Рядом был арбитр, контратака, ЛКС. Дунец с левой! И вот здесь уже выше всяческих похвал сыграл Иван Подубный. Вот она, та самая контратака, которую ждали. И на которую вызывали соперника, выманивали игроки ЛКС. В очередной раз показывает комбинацию, которую планирует разыграть подопечный Тимур Олегберова. Навес туда на Кручилина. Кручилин бьет. Еще один угловой. Ну что ж, чуть-чуть, видите, пониже показал. Это, кстати, девушка Олега Кручилина. Дарья на ваших экранах. Денис Гуляйкин, капитан ЛКС. Который тоже играл. Потом возвращался. Как же сейчас не попадает Курбанов. Сам все прекрасно понял. Руслан. Здорово разыграли. Вот такой розыгрыш падает. Падает Кручилин и 6 метров ставит. Без шансов. Идеальный удар под перекладину. С каменным выражением лица. Денис Гуляйкин хладнокровно выводит свою команду вперед уже за счетом 2-0. Зрители на трибунах Атланты. Хорошее настроение. Видимо, многие улыбаются. Что-то посмеиваются. Пятница. Удар Коробейникова. 3-0. Я вас не слышу, говорит Александр Коробейников, делая дубль. Ну что ж, еще в первом тайме Лепчане имели несколько возможностей. И Кручинин официальным мячом паре чемпионата России по мини-футболу является Дэмикс Термо с технологией FIFA Quality Pro. И чуть не влетает. Сейчас он в ворота. Кристалла Кручинин провивал. И Металлурга, и ЛКС 4-0. Давид Иканович был на ваших трибунах. Вратарь. Ну а здесь вратаря не было. Как раз таки в воротах. По центру. Ну а Паркалов, Ковалев слева от него. Гамов и Алькин справа. Вновь потеря. Вновь удар по воротам. И теперь уже 5-0. Не оправдал себя риск. Не оправдал себя вот этот ход с Ковалевым, играющим на половине соперника. Дубль Дениса Гуляйкина. Вслед за Александром Коробейниковым. Капитан Лепчан. И вот он хотел попросить у кумира футболку. А злой дедушка Стюарт отобрал баннер. И оставил мальчик в слезах. Но история закончилась хэппи-эндом. Персонал Астон Виллы заметил этого парня. И затем после встречи пригласил на поле. Ему Садди Аби вручил ему свою футболку. Но все равно будет поровну. По 13 очков будет у... ЛКС Сибиряка. Так что останутся на 12-м и 11-м месте эти команды. А Кристалл остается на 10-м. Ну а на этом игра закончена. Спасибо огромное всем. 5-0. Дубль Коробейникова, дубль Гуляйкина и мяч Низамудинова приносят долгожданную победу. Тем более при домашних трибунах мини-футбольному клубу ЛКС.